Девушки отдыхают На стадии 1-8 финала и на стадии 1-4 оба раза тоже доводили дел до ближнего времени, а получается 1-4 вообще выиграли только в серии пенальти. Почему так получается? Вот третий матч подряд играете, не можете выиграть в основное время. Не знаю, почему так получается. Может быть раскачиваемся долго, раскачиваемся только к овертайму. А так, не знаю, может фишка наша такая в этом турнире будет. Посмотрим, что в финале будет, получится. Трижды команда противника выходила вперед, но трижды удалось отыграться. Моментально как бы старались, то есть сравнивать счеты или перестраивались, находили свою игру. Только после этого начинали атаковать и забивали. Ну, на самом деле, первые два гола дались довольно-таки легко, когда мы проигрывали. А вот третьим мы достаточно понервничали, потому что вот вы видели, выпустили шестого полевого. Сначала не получалось в равных составах, но потом, слава богу, забили. Даня Телик, по-моему, забил. Ну, а потом мы видели, что в шестером у нас, в принципе, неплохо получается атаковать. И решили атаковать так и в дополнительное время. А почему в дополнительное время тогда поочередно меняли то полевого, то в основу вратаря? Ну, когда мяч уходил и команда соперников владела, мы меняли на вратаря на основного, потому что все-таки опасно. Все-таки полевой игрок, он не вратарь, может какую-нибудь там бабочку пропустить. После того, как выбили Кастилю, был Союз, сейчас МСГ. Какой из трех соперников тебе показался наиболее сложным? Ну, я, к сожалению, просто не играл. Для меня это была команда самая сложная. Но по результатам, видимо, Союз был самый сложный, потому что там были пенальти. И там, насколько я понимаю, отыгрывался команду с 0-3 или с 1-3. Так что там, видимо, для ребят была самая сложная игра с Союзом. Сейчас начнется второй полуфинал, в котором встретится участник премьер-лиги и команда Си-2. Ты бы кого хотел уйти в финале? Ну, для кубковых турниров это всегда приятно, когда команда из низших дивизионов прибивается, правильно? Ну, а я не знаю, честно, не видел вторую команду, которая в второй лиге. Ну, буду болеть, наверное, за андердога, за вторую команду, которая в второй лиге. Буду за черных болеть. Да, последний вопрос. С Луками Спорт вы уже встречались в кубке на паркете и выиграли. Если встретитесь снова в финале, сможете ли второй раз победить? И сколько принципиально вообще будет эта игра для команды, как ты считаешь? Ну, раз мы выиграли на паркете, я думаю, мы сможем и здесь обыграть. Но это финал, по-любому, она будет принципиальная. Вот, в финале по-другому никак. То есть личных каких-то мотивов с Луками у вас нет? У меня лично нет, не знаю, как у ребят. Спасибо.